И запускаемся Закончил я Ты слышал вопрос? Именно смысл какой? Списание затрат И разделить на две части Первая часть Я являюсь резидентом Я и все трачу То есть именные затраты и неименные И я не являюсь учительством компании Мы, естественно, списываем неименные затраты Но что делать с именными затратами? То есть это те затраты, которые завязаны На имя, фамилия Это связано, например, мы оформляем Ну, билеты Это как бы самое логичное А билеты, гостиницы То есть все, что связано с поездками Есть и третий момент Это крупные покупки То есть до какого предела То есть в соотношениях Сколько мы можем списать Это ты мне рассказал Машины, квартиры, я не знаю Машины недвижимые Аренда офиса в той же Москве Я не знаю, в Киеве То есть такие вот вещи Ну, смотри, на самом деле Здесь все Хоть и весьма расплощито Но весьма конкретно Вот все, что касается Вашей компании Все, что касается Действительности вашей компании Это все можно списывать Самолеты, пароходы Билеты, гостиницы и так далее Но в случае, если ты с собой Берешь жену и детей То ты можешь списывать На себя Но не на жену и не на... Я понял Но я не являюсь резидентом То есть если я являюсь Я уже все понял Если не являюсь Подожди... Президентом Президентом компании А, президентом компании Тогда ты можешь Взять в себе На работу сотрудника То есть жена может взять Жена может взять меня Грубо говоря Сотрудником И тогда опять же списывать Должна быть связь Все Да, и тогда на тебя списывать Потому что она Компания обеспечивает Твою деятельность Где бы ты ни находился Все По закону это вот так Другой вопрос Как мы будем за это отчитываться То есть за каждый шаг За каждый пук Нам нужно иметь бумагу В случае, если нас начнут проверять И бензин Ну да, может быть Но опять же Не самый лучший вариант Списывать бензин Да, да Вот из этого говорю Да, ты скажи Хорошие варианты И плохие варианты Потому что Бензин Это не самый лучший вариант Списывать Хотя опять же Это не разрешено Но лучше этого не делать То есть Если ты в США То да Это уместно Если не в США То не надо А вот Все остальное Гостиницы Все то, что можно получить Некий такой инфос Да То есть Счет на оплату То есть Вы знаешь, да Что когда ты заселяешься в гостиницу Ты можешь оплатить Или как физическое лицо Или как юридическое лицо И обязательно надо оплатить С счета Я так понимаю Правильно же Все равно Ты можешь Или оплатить со счета Или Получить деньги Со своего счета Как В качестве компенсации За уже потраченные Ну за уже оплаченные услуги Понял Это без разницы По факту За счета Ты оплатить не сможешь Потому что у тебя нет Наверное Карточки Никакой Опять же Если мы заводим Пионер Бизнес Пионер На компанию На американскую То Тогда можно и карточку завести И оплачивать Непосредственно С карточки Просто все это Нужно будет Файлать То есть Файлать Это Когда За каждую операцию Мы ее должны проводить Бухгалтера поймут Ну это раз в месяц Раз в квартал Надо будет эти Документы сводить Да То есть Мы файлаем Каждый квартал И соответственно Все остальные Все остальные затраты По Все Все операции По счету В Пионере Мы будем файлать Тоже каждый квартал Так Еще у меня Примерно Это стоит По доллару За операцию Ну опять же Там Есть свои объемы Ну то есть Если операции много То это совершенно другое Опять же Был этот вопрос Кто-то спрашивал Люди путают Операции По аккаунту На Амазоне И операции По Вашей компании По аккаунту На Амазоне Меня Абсолютно Не интересует Сколько у вас там Было операций Их может быть Десять тысяч Или миллион Но на свою компанию Вы получаете Один или два раза В месяц Вот эту операцию Надо файловать Соответственно Все расходы Которые вы ведете По компании Все операции Которые у вас Проходят по компании Это нужно все файловать Это будет стоить Примерно один доллар За каждый Но есть все равно Минимальный какой-то тариф Который включает Какое-то приемное Минимальное количество Правильно же? Да То есть Мы говорим о том Что мы файлы Там Десять операций И sales tax Это будет стоить Пятьдесят долларов В месяц То есть Ну абонентская плата А? Абонентская плата Ну некая абонентская Плата Потому что мы обязаны Даже если Вы ничего не продали И у вас sales tax Ноль Но мы все равно Обязаны файлы Сales tax Понятно Должны посылать Там несколько отчетов То есть Все заводится Тогда назовем это Минимальная Минимальная абонентская плата Да Минимальная абонентская плата Получается Пятьдесят долларов В месяц За которую Мы файлы Максимум Десять операций По банковскому счету В месяц И sales tax Так Хорошо Давай дальше Не будем затягивать Все ясно Теперь крупные затраты Подожди Теперь крупные затраты Крупные затраты Это какая-то Реально Аренда Покупка Каких-то там Недвижимости Автомобилей Или какое-то Списание на какие-то Консалтинги И так далее То есть я говорю О тех Компаниях Которые планируют Зарабатывать в месяц Ну Десятки Или желательно Сотни тысяч долларов Никакими бензинами Никакими поездками Это не спишешь Ну В разумных пределах Естественно Да Разумеется Безусловно Здесь можно Списывать Аренду на офис Безусловно Здесь можно Списывать Расходы По Ну Про расходы Я сказал Консалтинги То есть Крупные Это Все ваши Закупки товаров Должны проходить Через счет Лучше То есть Вы покупаете Товары Где-то в Китае Или еще где-то К пионеру Подписываете PayPal Или еще что-то И делаете инвойсы То есть Инвойс есть Деньги Ушли за счеты Все красиво Вот А по поводу Машин Ну По закону Это разрешено Хотя Опять же Как мы будем Ставить На учет На компанию Машину В Украине Или там В России То есть Это надо Подумать Понятно Ладно Теперь тогда Если вы купите За счет Компании То она будет Собственностью Компании Компании Американской Да Естественно И я думаю Что в России Будут все люди Несчастливы Ну когда вы Придете В ГАИ Ставить Ну что Такую машину Ну не знаю Ладно Это будет Другой вопрос Именно Консалтинг Консалтинг Как это Предположим Все мы Это Консалтинг Консалтинг Это очень Крутая штука Которая подразумевает Не пойми что И не пойми за какие деньги Да Потому что у меня Полно помощников Кто-то фотографии делает Кто-то раздачами занимается Кто-то чат-ботами занимается Кто-то там Я не знаю Просто помощник Кто-то ассистент Кто-то там Переговоры с заводами Ну то есть Если это физическое лицо То он должен платить Налоги С каждого доллара Который Ты ему перечислишь Но Если это физическое лицо И он не имеет Социал секьюрити Тамбор Соединенных Штатов Америки То есть он не является Американским Налогоплательщиком Они все такие Да Они все такие То По закону Он должен платить Налоги По месту своего жительства То есть я С него В Америке Спешу А его проблемы Это уже Его проблемы Правильно? Его проблемы Это его проблемы Да И Как он будет Отчитываться Перед налогами Там В России Или в Украине Это Ему Правда Опять же Мы предлагаем Схему Лучше Мы предлагаем Схему Что Вы откройте себе Компанию Или Подпишите с кем-то Договор С какой-то компанией В России В Украине И так далее И перечисляйте С Американской Компании На Украинскую Компанию А там Как Обналичить Деньги Расскажет Бухгалтер В России Я понял Разберемся Двигаемся Дальше Вот Двигаемся Дальше Так Про банковский Счет на резиденты Я сказал Про доходы Я сказал Можно ли На одного Человека Одна фирма В ЕС И одна В США С разными Аккаунтами Об этом Мы вроде бы Уже тоже Поговорили Нет Нет Вот Например Я Понимаю Вопросы Знаешь Как Например У меня есть Фирма Американская Могу Я На эту же ООО Ну Как Си Корпорель Открыть Аккаунты В Англии В Германии В Италии И торговать Там Не открывая То есть Открывая Только Ват Но Фирма Именно Американская Ну Насколько Я знаю В Европе Так Нельзя Там же Нужно Иметь Какую-то Компанию В Евросоюзе Не знаю Я вот и спрашиваю Вот как раз Я вопрос Так Я не владею Этой информацией Я могу По Америке Сказать Я понял Это правило Утренние правила Амазона Мы Не управляем Утренние правила Амазона Так В чем разница Для компаний В США Между бизнес Пионером И реальным счетом В американском банке Ну Американский Реальный счет В американском банке Дает целый ряд Преимуществ Таких Как Банковское обслуживание Чековые книжки Банковские карты И так далее Ну Пионер дает Какой-то Более Мелкий Список услуг Ну Вот Не более того Так Различия Различия и преимущества Компании в Джорджии В отличие от Компании во Флориде Почему открываете СИКОР по НЛСИ Кто будет номинальным Директором и секретарем Насколько Это безопасно Надежно для владельц Нерезидент Про СИКОР по НЛСИ Я ответил уже Различия И преимущества Компании в Джорджии В отличие от Компании во Флориде Различия только в Сейлстаркс И Самое главное Опять же Возвращаюсь Это Бухгалтер То есть Мы не берем На отслуживание Компании из Флориды Потому что Мы занимаемся Только Джорджией Вот Найдите себе Во Флориде Хорошего бухгалтера И Список подходит Кто будет Номинальным Директором и секретарем Это Решать вам Только вам Мы Такие решения Не принимаем Вы должны Человек имеет ввиду Что Не резидент Так понимаю Думает Что нельзя На себя Оформить На себя Можете Открыть Компанию Если не Является Резидентом Да Пожалуйста Вы можете Открыть Компанию На себя И потом Дальше Мы уже Поговорим Про Иммиграцию Если у вас Несколько Аккаунтов Свой Родственник Компании США Можно ли Их Будет Как-то На одну Компанию Привязать Несколько Аккаунтов На одну Компанию Я думаю Что Наверное Это Не Самый Лучший Вариант Но Опять Нужно Это Запрашивать У Амазона Амазон Спросит Зачем И Надо Это Придумать Какой-то Логический Правильный Ответ Какие Терпят Расходы Учредитель После Открытия Компании Без Ведения Действенности В США И Находясь В другой Стране Расходы В любом Случае Вы должны Делать Налоговый Отчет Каждый Год Это Штатный Отчет Он Стоит 50 Долларов И Налог Отчет Федеральный В АРС Он Стоит 500 Долларов Это Вот То Что Касается Расходов Если Мы Не Будем Оформлять Сейлс Такс Значит Тогда Вы Не Продаете То Тогда Вы Продавать Не Можете Если Открыть Компанию То Никаких Собственно Расходов У вас Ежемесячных Не Будет Вам Только Нужно Будет Подавать Налоговую Декларацию Даже Нулевки Все Нужно Подавать Или Вас Закроют И Потом Будут Не Очень Приятные Вещи Поясните Почему Лучше Платить Налоги Дяди Сэму Чем Свои Это Вам Выбирать Кому Платить Налоги По Закону Вообще Вы Должны По Американским Законам Вы Должны Показывать Любые Ваши Доходы В Любой Стране Мира И Сначала Все Облагается Здесь А потом Облагается Там Вот Ну Это Уже Спрашивать У Бухгалтеров В каждой Конкретной Стране Как Это Устроено Я Потому Что Не Если Мы Открываем Американскую Компанию Соответственно Мы Ориентируемся Что Налоги Платить Будем В Америке Если Мы Работаем Как Работаем Сейчас Как У меня Все Аккаунты До Дного Работают Мы Соответственно Должны Отчитываться В своих Странах Где Поживаем Вот И Все Американской Компании Вы Не Можете Платить Налоги В своей Стране С Американской Компании Вот И Это Стоит Мы Не Продаем Готовые Компании Потому Что Как Правило Это Должно Быть Или Какой-то Крутой Бизнес На Котором В Собственности Которого Есть Недвижим Права Торговые Марки Или Еще Что-то Что Является Неотделимой Его Частью Вот Или Ну То есть Это Не имеет Никакого Смысла Открыть Новую Компанию Проще Чем Возиться Со Старой Здесь Проще Значительно Открыть И Закрыть То есть Вот Я В этом Году Закрыл Свою Нью-Йорковскую Компанию Потому Что Сколько Это Стоит И Какие Моменты Там Есть Сколько Это Стоит И Какие Моменты Ну Так На Скидку Чтобы Люди Понимали По Переуступке Прав Нет Закрыть Закрыть Компанию Нет Переступ Закрыть Компанию Вот На Сегодня Я Заплатил За Нью-Йорк 734 Доллара Это За Годовой Отчет То есть Это 500 Долларов За Годовой Отчет И 200 Долларов За Закрытие И 34 Доллара Это Налог Штата Ну Оптимально Короче Закрывать В налоговую Отчетность Вот Весной Правильно Самое Оптимальное То есть Мы делаем Так Мы На 31 Декабря Оставляем Счет Пустым Говорим Что С 1 Января Мы Больше Деятельность Не Ведем И Готовим Документы До 31 Января Мы Подаем Налоги По Зарплате И До 15 Апреля Мы Подаем Налоги Налоги И Подаем Ликвидацию Компанию То есть По факту Это Вот так Понятно? Да Так Дальше Возможно Ведение Бизнеса Без Открытия Банковского Счета В США Например С Пионера И Можно Лить Через Доверие Соплать Налоги В США Да Можно Мы Бесплатно Я Могу Свою Компанию Провести Вам Любые Деньги Для Оплаты Налогов Услуг Налогов Услуг Я не знаю Может быть Какие-то Сервисы Каких-то Других Компаний Которые Вам В Америке Для меня Это не стоит Чего Я отправлю Чек Со своей Компанией Я плачу Без комиссии Ну то есть Там комиссия Будет за перевод Который Есть Вот Это все Бесплатно Дальше Можно ли Активный Амазон Аккаунт Легально Перекинуть В нашу Компанию Могут ли Быть Проблемы С Амазоном Или вопросы У налогов История Продаж Аккаунта Два Года Как это Сделать Я думаю Что Нужно Написать Там есть Налоговое Интервью И просто Перевести На Амазоне Внутренние Какие-то Данные То есть Добавить Эту информацию Я этого Не делал Но мы На данный момент Просто В этой ситуации Как раз Находимся Некоторые Аккаунты Мы будем Заводить Заново Некоторые Будем Пытаться Переоформить Технично На Конкретное Юридическое Лицо То есть Для этого Просто Пишите Кейс Что вы спрашиваете То есть Мы хотим То-то То-то Сделать Вот Все Нам пришел Ответ И приходит Ссылка На Некоторые Аккаунты Мне пришла Ссылка На Вот это Интервью А на Некоторые Аккаунты Написали Просто Да Можно Я Несколько Раз Потом Писал Дайте Мне ссылку Ну Как Можно Мне так Ответа Не было Ну То есть В принципе Вот такая Схема Ничего Такого Нет Есть Люди Которые Прошли У них Все Хорошо Получилось У меня Пока Такого Опыта Нет Ждем Компании Ну Да Сейчас Будем Потому Что Еще Не факт Что Мы Переоформим К сожалению Не факт Есть И прецеденты По другим Группам Товаром Что Они Получают Американские Компании И Не смогли Например Апруф Пройти Ну Просто Новую Фирму Открыть Ну То есть Новый Аккаунт На Амазоне Купили Фирму Все Сделали Пришли На Амазон И Не смогли Апруф Пройти У меня Лично Товарищ В такой Ситуации Бывает Ситуация Что Переоформили Все Сделали А Апруф Товаров Не Получаешь Ну То есть Моменты Разные Это уже Амазон Это уже Не юридические Не бухгалтерские Дела Ну Да Это Амазон И Как он Хочет Так Дальше Где Взять Физический Адрес США Нам Нужно Будет Предоставить Амазон Утилити Билл По Новому Адресу США Но Про Утилити Билл И физический Адрес Я уже Ответил В самом Начале В каком Количестве Штат Советуете Регать Реселлер Сертификей Мы Делаем Только В одном Штате Потому Что Нас Интересует Только Джорджия Мы Здесь Открыты Мы Здесь Работаем И Здесь По Факту Передаём То есть По поводу Реселлер Сертификей Это Надо Будет Уточнять Тогда Когда Изменится Правило По Сейлс Тракции Пока Ничего Делается Зачем Нужен Бухгалтер Когда Есть Такс Джар Это Я Объяснил Потому Что Умный Бухгалтер На Вес Золото А Такс Джар Это Всего Лишь Сервис Который Не Заинтересован Ровным Четом Ни Примерная Стоимость Бухгалтера Сколько Он Будет Обходиться В месяц Год Другие Дополнительные Трат На Слежание К К К Дополнительных Трат На Слежание К 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 Насколько Я Помню 50 Долларов Месяц 500 Долларов За Год Вот Этот Окончательно 50 Долларов В месяц Это Да За Сейлс Такс И за Файл И 500 Долларов В год Плюс 50 Долларов Налоговый Отчет Порядок Цифр Вот Такой То есть Принцип Все Понятно По большому Да И Есть Еще То Что я не Озвучил У нас Есть Минимальный Налог В штате Джорджии На Любую Компанию Он Оплачивается После Открытия Компании Составляет 50 Долларов В год 50 Долларов В год Будьте Добры Оплатить Штату Джорджии За то Что Вы Здесь Существуете Порядок Цифр Понятия Не Космически Не Космически Если Вы Действительно Занимаетесь Бизнесом То Это Всего Лишь Расход Да Как Открыть Счет Банки Без Присутствия Я Сказал Это Невозможно Законным Путем Это Невозможно Незаконным Я Не Связываюсь Незаконным Возможно Незаконным Возможно Но Незаконными Путями Я Не Занимаюсь Я Здесь В Америке В отличие От Вас И Сидеть За экономические Преступления Я Не Буду Не Буду Вот Так У меня Больше Вопросов В файлике Никаких Нет Вопросов У меня Нет Вроде Все Раскрыли Как Могли Что Знали Какая Компетенция Была Все Вроде Забава Я смотрю Тоже Особых Вопросов Нет Значит Все Понятно Если Опять Будут Вопросы Давайте В конце В конце Просто Подытожим И Если Подтянут Какими Вопросами Ответим На Эти Вопросы Что Я Знаю Что Ты Знаешь Так Дальше Переходим Ко Второму Разделу Это Иммиграция Это Самая Вкусная Для Меня Тема Потому Я Занимался Этим В России Много Лет И Теперь В Америке Занимаюсь Принцип Не Сильно Отличается Здесь Просто В Америке Возможности В Америке Существует Больше Двести Типов Визы И Есть Иммиграционные Визы И Есть Не Иммиграционные Иммиграционные Визы Подразумевают Как У них Сказано Постоянное Проживание Работам На территории Соединенных Штатов Америки Не Иммиграционные Визы Позволяют Приехать На территорию США На какой-то Период Выполнить Какую-то Свою Функцию Идею Задачу В том числе Даже Работу Выполнить И Уехать Обратно Это Вот Две Категории Визы Как Правило Все Начинают С Туристической Визы Она Называется B1 B2 И Она Подразумевает Что Вы Едете В Соединенные Штаты Или С туристическими Целями Или С бизнес Целями Как То Открыть Банковский Счет Или Как То Поговорить С какими-то Партнерами Навести Какие-то Сведения Явиться Куда-то Для Каких-то Деловых Целей Вот Или И то И другое То есть И туристические И бизнес Би 1 Би 2 Для Граждан России Делается На год Или На три года Для Украины Делается Или на год Или на 10 Вот Большая В ней Проблема Заключается В том Что Вы не можете Находиться Без Останов Без Перерыва Больше Чем 6 Месяцев А по факту В случае Если вы будете На 6 месяцев Въехали На месяц Выехали И потом Опять на 6 месяцев Въехали То К вам Возникнет Вопрос Уже При втором Ну максимум При третьем Въезде Что вы Здесь Делаете Вы должны Или показать Что у вас Миллионы Долларов И вам Есть на что Жить Эти 6 месяцев Потому что Думаем о том Что Минимальная Даже квартира В штатах Аренда Стоит Полторы Тысячи Доллар Проблем Ну вот Что вы Тут Ели Что вы Тут Ездили Ну да То есть Это Такие Такое Объяснение Которое Вас Сразу При втором Или при третьем Езде Вас Будут Подозревать В том Что вы Здесь Работаете К сожалению Таких случаев Очень много Когда Русские Украинцы Белорусы Приезжают Сюда И на стройку Идут По туристической Визе Просто За кэш Получают Налом Деньги И Это Рабочая Схема Хотя Она И Незаконна Но Кто Как Может Тот Так И Вез Почему Опять же Это Делается Потому Что Иммиграционных Категории Иммиграционные Рабочие Визы Получить Довольно Сложно Для Того Чтобы Я не буду Перечислять Иммиграционные Рабочие Визы Все Которые Существуют Потому Что Их Великое Множество Денис Слышишь Меня Да 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 Но Это Клима Работодатель В первую очередь Должен Подать Заявку А не Ты Правильно Да Иммиграционные Рабочие Визы Их Очень Много Но Нужно Понять Просто Основной Принцип Иммиграционных Рабочих Виз Вы Должны Быть Или Работодателем Самостоятельно Или Вы Должны Быть Работником Работником В США По Рабочей Иммиграционные Визы Можно Приехать Только В случае Если Американский Работодатель Запросит На вас Соответствующую Визу И там Есть Несколько Критериев Первое Вы Должны Быть Специалистом В котором Нуждается Экономика Соединенных Штатов Америки Чтобы Вы Не Создавали Конкуренцию Американцев Ну То То Работодатель Должен Сказать Что У меня Нет Таких Опотников И Поэтому Дайте Мне Иностранцев Второе Вас Должны Обеспечить Зарплаты Не Ниже С Уровня По Каждому Штату В котором Вы Будете Работать Ну То То Допустим Вы будете Работать Учителем Чего-нибудь То То Вы Должны Обладать Соответствующей Квалификацией И Иметь Зарплату Не Меньше 60 Тысяч Долларов В Год Найдете Такого Работодателя Который Сделает Вам Так сложилось Но По факту То То Это Именно Профессиональная Работа То Вам Могут Сделать Рабочую Визу Если У вас Есть Соответствующие Навыки И Вам Готовы Платить Такую Зарплату Сразу После Приезда Что Мы Делаем Мы Взяли Одну Из Таких Виз И В Одной Комбани В которой Я Тоже Сейчас Отчасти Тружусь Мы Делаем Водителей То Есть Это Траковая Компания Которая Занимается Грузоперевозкой По всей Территории Соединенных Штатов Америки И мы Приглашаем Иностранных Водителей Которые Хотели Бы Здесь В Америке Работать Жить И Перевести Всю Свою Семью Для Того Чтобы Они Работали На Траках В Течении Двух Лет Наша Заинтересованность Заключается Лишь в том Чтобы После Приезда Вы Сели На Трак И Два Года На Нем Работали Для Этого Мы Готовы Вам Сделать Приглашение Но Опять же Есть Некоторые Затраты Которые Нужно Покрыть И Это Затраты На Адвоката Адвокат За эту Услугу Берет 15 Тысяч Долларов Схема Работоспособная Схема Действительно Реально Работать На Американское Предприятие И В течение Двух лет Безусловно Никто Вас там В рабство Не будет Брать Потому что Здесь Ну то есть Мы изначально Должны вам Гарантировать Среднюю Зарплату По рынку Да И Это Становит Пожалуй Критерий Что Вы должны Обладать Соответствующей Квалификацией И Мы Должны вам Платить Зарплату По рынку Не Должны И Ну Третий Реально Нуждаться Чтобы Не найти Такого Специалиста Как вы На территории США Алло Слышно Меня Да Все Вот Это вот Рабочие Визы Опять же Под Любую Профессию По факту Можно Это Сделать Но На свыльнейшем День Мы занимаемся Только Водителем Мы можем Посадить На трак И И Вперед Дальше Следующий Момент Есть Инвесторские Визы Ну Там Я не думаю Что Давайте Сейчас Для кого-то Это интересно Потому Что Там Сумы Идут От 500 Тысяч Долларов Для Украинцев До 100 Долларов Для Граждан России Нужно Вложить В американскую Экономику Заплатив Адвокату За Все Это Оформление Порядка 50 Тысяч Долларов И Тогда Вам Дадут Сразу Гринкар Если Воздух Короче Государственные Облигации Что Надо Нужно Вложить В Экономику Там Есть Несколько Категорий Но Недвижимость Тебе Не дадут Только Если Это Коммерш Коммерш Купишь Ну Этот Апартамент Купил Вот Тебе Нежилое Помещение Ну Опять Это Нюанс Был бы Миллион Долларов А там Посмотрим Да Сначала Надо В Украинце Переделать Чтобы На 500 Перейти Ну Да Тебе Нужно Получить Украинский Паспорт Ладно Поехали Дальше Вот И Есть Скажем Так Рабочие Визы Для Предпринимателей Основное Наверное Они Наверное Слышат Для Все Это L1 L1 Это Когда Работник Высшего Звена Скажем Так Не Президент А Высшего Звена Переводится Из Российской Или Какой Другой Компании Иностранной В его Разделения Соединенных Штатов Америки Схема Рабочая Все Хорошо Проблема Только В одном Что Эта Компания Которая Занималась Чем-то В России Должна Реально Чем-то Заниматься В Америке И Амазон Бизнес Для Этого Не Подходит Почему Потому Что Нужно Заниматься Это Чем-то Физическим То Есть Вот У меня Есть Один Знакомый Который Перевелся Сюда У них Есть В России Ликеро-водочный Завод И Они Открыли Здесь Пызводство И Вот Они Сюда Перевели Это Да По Амазону Это Не Проходит Почему Опять же Потому Что Нет Физической Необходимости Работать Здесь Если Вы Хотите Открыть Свой Мэйф Хаус Склад Какой-то Подторговать Каким-то И Сделать Преоп-центр То Да Это Подходит Но Там Есть Некоторые Нюансы Первый Нюанс Вы Показать Бизнес Лан Открыть Офис И Так Далее И Второй Нюанс Месяцев До Года Вы Должны Набрать Как минимум Шесть Сотрудников Из числа Американских Граждан Или Cardholders Ну Green Card Holders То есть Бладельцев Тех Кто Имеет Green Card Опять же Вы Должны Взять На Рыночных Условиях И Обеспечить Их Работой То есть Если Вы Открываете Вэрхаус То Да Наверное Вы Сможете Это Сделать Но Это Действительно Серьезный Бизнес Под Который Нужно Въезжать Алло Слышно Меня Я Только Уточняю Окей Есть Вопросы По Этим Направлению Матросов Нет Вопросов Матросов Нет Вопросов Теперь Давайте Я вам Расскажу Как Можно Выкрутиться Из Этой Ситуации И Как Можно Сделать Так Чтобы Было Хорошо Жить В Америке И При Этой Не Страдать Всеми Этими Проблемами О Смотрите Существуют Неиммиграционные Но при этом Рабочие Визы Например Что такое Неиммиграционная Рабочая Виза Это Когда Иностранный Специалист Допустим Певец Допустим Музыкант Допустим Учитель Допустим Журналист Допустим Сотрудник Какой-нибудь Компании Которой Нужно Выполнить Некий Некий Узкий Фронт Работать На территории Соединенных Штатов Америки Понятно Да То есть Там Певец Приезжает Для того Чтобы Провести Полгода Тут Концерта И у них Есть Специальная Виза Под каждую Из этих Категорий Эти категории Визы Не позволяют Напрямую Работать На территории США Но Семинары Позволяют Проводить По Амазону Скотину Пожалуйста Ты можешь Проводить Семинары Ты можешь Здесь Учиться Ты можешь Здесь получить Возительские Права Ты можешь Получить Social Security Основной Номер Налогоплательщика Ты можешь Отдать Детей Бесплатную Муниципальную Школу Ты можешь Получать Ты можешь Открывать Счета В банках Кредиты Получать Машины Покупать Дома Все что Хочешь За Исключением Одного Пункта Ты не Имеешь Права Официально Работать На американскую Компанию То есть В случае Если Вы Обладаете Некими Возможностями Себя Содержать На территории США Для того Чтобы Подлетать Полы Или Водить Машину Или Где-то Работать В офисе То Вы Имеете Право Получить Опять же Для каждого Индивидуально Расскажу Какие есть Варианты Получения Не иммиграционных Но при этом На американскую Кризис Опять же Как вариант Вы можете Приехать Сюда Вы можете Взять Свою Американскую Компанию И получать С нее Деньги Как Ее Учредитель Понятно Что там Налогов Много Возникает Но Опять же Это Рабочая Схема И В случае Е Опять же Если Вы хотите Получить Грин-карту То Можно Организовать Это Через Неиммиграционную Визу То есть Смотрите Первый Этап Мы Даем Какую-то Неиммиграционную Визу Которая Дает Вам Право На длительное Пребывание В Соединенных Штатах Америки Допустим Мы Можно Сделать Питри Визу Питри Виза Это Называется Виза Для Творческих Людей Можно Питри Сделать Сотрудник Средства Массовой Информации Можно Сделать Много Разных Вещей Но Главное Что Вы Получаете Эту Визу Приезжаете В США И Начинаете Осуществлять Свои действия Которые Вы Приехали В течение Года Или Двух Или Трех Как только Вы Видите На Зарплату 45 тысяч Долларов В год Или Примерно 45-50 тысяч Долларов В год Вы Можете Пишлить Гринкарту То есть Фактически Компания Нужно Найти В Америке Компанию Нужно Найти В Америке Компанию Которая Будет Заинтересована Именно В вас И Которая Сможет Вам Платить Зарплату 50 тысяч Долларов В год Это Может Быть Какая То есть Ваша Компания Это Быть Не Может Но Она Может Продлежать Допустим Мне Если Я На Своей Компании Имею Прибыль 50 тысяч Долларов В год То Я Могу Запросить У Справительства Соединенных Штатов Америки Вытащу Вам Гринкарты Потому Что Вы Мне Нужны Как Сотрудник Вот Схема Которая Работает Которая Показала Себя Неоднократно И Которая Абсолютно Не запрещена Абсолютно Олегами Просто Со Своими Нюансами Телес Да Я Понял Вот Это Что Касается Какие Есть Вариаты Опять же Повторюсь Что Мы Политическими Убежищами Не Занимаемся Мы Занимаемся Умными Красивыми Грамм И Пиписами Которые Могут Вам Позволить Первое Переехать В США В течение Полугода Забрать Свою жену Детей Семью И На ратраке Ездить А? И на ратраке Ездить Ну Послушай Если хочешь на траке Ездить То можно на траке Ездить Нет проблем Послушай Для кого-то Ну Не все же Такие успешные Как ты Не у всех же Есть миллионные Обороты Правильно? Ну У меня Нету Миллионных Оборотов Поэтому Я В прошлом Году Ездил На траке Можешь Посмотреть Мой Канал Америка На колесах Вот Но Опять же Можно Переехать И Если Есть Желание То есть По какому-то Из этих Путей Дальше Давайте Лично Созваниваться И я вам Расскажу Как Обстоят Эти дела Дальше У меня тут Есть Четыре Вопроса Если Есть Легальный Вряд Получить Визу Перед открытием Или покупкой Фирмы В США Для жителя РФ Путь Абсолютно Легальный Вы Приходите Заполняете Форму ДС-160 Приходите На сцепседование И говорите Цель Вашего Визита Вы говорите Мне Нужно Поехать В Америку Для того Чтобы Открыть Счет Для того Чтобы Встретиться С бизнес Партнерами Для того Чтобы Что-то Сделать Но для этого Фирма Должна Какие-то Налоги Платить Правильно То есть Мы должны Хотя бы Годик Отработать Нет Нет Налоги Здесь Никак Не связаны Это Виза П1 П2 То есть Она И туристическая И для деловых Целей И то И другое Так Хорошо Вот я Пока Не забыл Вот ты Говоришь 45 тысяч Долларов Предположим Моя компания За год Заплатит Из расчета Работает Мне не нужна Твоя компания Твои услуги Моя компания Просто Приносит Генерирует Такой доход Я получу С них налоги Как в этом случае В этом случае Есть Визы Предпринимателей Которые Показывают Хорошую Прибыль Хороший доход И В случае Если ты Действительно Показываешь Ну там Понимаешь То есть Если ты Показываешь 50 тысяч Долларов Прибыли То тебе Нужно будет Сколько Там 25 Налогов Здесь Надо считать Какие варианты Выгоднее Я об этом И говорю Об этом Надо посчитать Что здесь Выгоднее Если это То да Можно запросить Green Card Как для Иностранного Специалиста Который Тут Открыл И ведет Грамотный Хороший Бизнес Стоимость Услуг Адвоката Она примерно Одинаковая За каждую Подобную Рабочую Визу Составляет Примерно 15 тысяч Долларов Понятно То есть Это надо Считать Что Выгоднее Оформить Себе Как сотрудника Как Как Компании В этом случае Налогов Будет Меньше Или Оформить Сам На себя При этом Заплатив Налог На прибыль Я понял Все Двигаемся Дальше Следующий Вопрос Не будет ли Наличие Фирмы В США Препятствием Для получения Турвизы Так как Показывается Связь Со Штатами Нет Не будет Я понимаю О чем Вы говорите Про связь С Родиной Про связь Со Штатами Это основной Критерий При выдаче Визы Американ Компания Лишь подтверждает Серьезность Ваших намерений Когда вы Пойдете В посольство В консульство Для собеседования Вас Первый вопрос Спросит Зачем Вы едете В США И вы должны Грамотно Объяснить Зачем Соответственно Наличие Американской Компании Подтверждает Что вы едете Для Вот Каких-то Целей Открыть счет В банке Все Это Грамотное Подтверждение Другой вопрос Если у вас Связь с Родиной То есть Если у вас Связь с Россией И с Украиной В смысле Я не пойму Что такое Связь с Родиной Что это Я что-то Никак не знаю Связь с Родиной Это значит Причины По которым Вам нужно Вернуться Из США В Россию Есть Такие причины Допустим У тебя Недвижимость В России Да Это связь с Родиной Ты вернешься Может Недвижимость Семья Семья Туда Сюда Да Допустим У тебя Жена В России Остается Ты вернешься У меня Конечно Вернешься Это твоя Связь с Родиной Допустим Ты учишься Допустим У тебя есть Федеральная Работа Ну и так далее Это все Связь с Родиной Так Следующий вопрос Какие В Штатах Можно получить Кроме Туристических Местных Компаний В Штатах Рабочих Инвесторов Может Бизнес Визу Для визита В банк Решение Каких-то Рабочих Вопросов Или куда-то Еще Да Это мы Все Сказали Для Каждой Подобной Цели Есть Соответствующая Виза Зайдите Просто US CUS И посмотрите Какое Количество Виз Там Есть По каждой Визе Нужно Разговаривать Отдельно Это Очень Сложно А может Наличие Своей Компании В США Быть поводом Для поездки В США Или открытие Счета В банке Насколько Это увеличит Шанс Одобрения Вот так Это я уже Сказал Сколько Можно Иметь Учредителей В компании И сколько Из них Может Претендовать На получение Визы А также Какие Расходы Может Крепить Каждый По факту Количество Учредителей В компании Может быть Неограничено Вы можете Попилить Хоть На 10 тысяч Частей Просто Нужно Понимать Что Каждое Решение По компании Вы Должны Принимать Совместно Нет Там Смотреть Хотел Небольшое Уточнение По поводу Компании Все Вот эти Усписания Затрат На будущее Просто Некоторые Экономят У всех Там Своя ситуация Много Учредителей И так далее Мы Как сделали Просто Свой опыт Скажу У нас Несколько Сразу Компаний Открываем А диверсифицировать Потому что Когда одна Компания И большие Доходы Это Нехорошо На старт То есть Лучше По чуть-чуть Проще Списывать Разные Затраты На разных То есть У нас Три Хозяина Предположим Три Учредителя И мы Просто Три Фирмы Обещено То есть Вы можете Даже Взять Какого-то Сотрудника Показать Что вы Взяли Его То есть На себе Оформили Этот сотрудник И платите Ему Зарплату И соответственно Отправить В Америку Для того Чтобы Выполнить Какие-то Функции Нет проблем То есть Количество Это Это просто Дополнительное Подтверждение Да Это дополнительный Плюс К вашей Версии Зачем Вы едете Кто-то Зачем Едет С нее Нужно Не более Вот Понятно Да Ну У меня Больше Нет вопросов Я Все вопросы Которые Насобирал Про Сейлстакс Еще расскажите Вот если Я увидел Не надо Не надо Видео Будет На ютубе Из двух частей Лучше Пересмотреть Еще раз Переслушать Лайвы Потому что Они Ну повторяться Одно и то же Будет другим Неинтересно И как-то Это Нехорошо Записи Можно Все Посмотреть Контакты Все Будут По поводу Я не знаю Расценок Или вообще Какие виды Услуг Обратите Ко мне В личку Напишите Все Это Мне проще Просто Меня проще Найти Вот и все Вот Я просто Потом Перенаправлю К Антону И соответственно Там Или Меня знают Многие Я Самый Главный Борец Был С Сэмом Роем Ну Доступен 24-60 Чего там Кстати Сэм Роид Как поживает Он Шифр Он Это Постоянно Название Мне Я желаю ему Долгих лет Жизни Здоровья Счастья В семье С родными Чтобы у него Все было Хорошо Дай бог Ему Прям Супер В реальном Случ Он Мне Даже Один раз Звонил Он Кинул Такое Количество Людей Такое Количество Людей Поставил На Деньги Вот Ну Поэтому Нам Остается Только Молиться За За покорение Его Души Да Ну Это Такой На самом Деле Вот Если Честно Достаточно Такой Редкий Прецедент У меня Там Есть Все Друга Знают А тут Да То есть За это Так Все Расслаблены Состоянием На самом Деле У меня Тоже Есть Прецедент Раз За Все Время Я Можно Сказать Один Раз Перся В Такую Же Ситуацию Но Все Бывает Именно Расслабляешься Потому Что Действительно Все Как бы На одной Волне И Такие Прецеденты Просто Единицы Вот Я помню Там И другие Чудаки В основном Это все Связано С Виртуальными Делами Консультациями Обучениями Вот Но Что По факту Товаров По факту Именно Фактических Денег Получил И не отдал В основном Это мелочевка Вот Что Там На тысячи На десятки Тысяч Долларов Таких Товарищей Конечно Выскать Надо Но Сэмрой Что-то Он Какой-то Странный Он Когда Свои Ники Поддельные Вставлял У него Фантазии Что Не было Он Как Все Рим Назывался Похоже Очень Ну У меня Есть Его Копия Паспорта У меня Есть Его Адрес Там Есть Его Фотографии Очень Много Чего В нем Есть Но Ну Я Думаю Надо Повесить Его Фотографии На Стенку Могу Хотите Могу Каждому Из Вас Прислать Будем Кидать В него Дротики Ну Это Максимум Что Наверное Мы Снова Разберете Да Я говорю Мне Реально Даже Звонил Предлагаю Насколько Я Знаю Там Все Достаточно Красиво Он Езжай Забирай Да Конечно Обидно Все Это И Те Люди Которые Положили Много Денег В Свой Товар И Отправили Попали Ну Он Так Ничего Не вернул И Ничего Не Отдал И С Концами Нет Никого Есть Один В наших Кругах Не буду Презывать Его Человек Который Занимается Флиппингом Который Всех Обучает На Флиппинг Он Говорит Что Вот Он Самый Лучший Человек Но Я Не Верил Потому Что Ну Как То Я Не Знаю Я На Начальном этапе Когда Он Пришел И Появился Пространстве Вот Пространстве Этого Может Быть Один Из Первых Он Ко Мне Звонил Мы С Ним Как Душа Мне Не Легла Не Знаю И Я С Договорился Созвониться Ну То То Он Хотел Рекламировать Там Что Рассказывать Ну Я Просто Я Всегда Когда Что То Такое Уникальное Или Интересное Предлагает Я Всегда С Лучше Чтобы Поговорить Пообщаться Пока Там Все Происходило Ну Тут Не Угадаешь Просто Очень Сложно Понять В принципе Потому Что Реально Боль Есть Почему Он Так Снял Много Судей Во-первых Действительно Доверие Хотя Не Знаю Как Вообще Можно Непонятному Там Фейковому Какому Аккаунту Отдавать Товары Даже Я Супер Наивный Человек В этом Отношении Разговаривал По телефону По Видео Семен Да Из-за этого Я говорю То есть Логически Логически Не знаю Смысл Кому-то Отдавать Но Просто Ситуация Действительно Патовая И у многих С Амазона Не сложилось Из-за этого Люди пытались Выйти из этой ситуации Хоть как Так что По большому счету С одной стороны Конечно Народ Вперся Но Основная масса Из них Они Вперлись бы Так Или Иначе Ну Да Безусловно К сожалению Я зашел Со своими носками Черные У меня Подались Хорошо А белые У меня Остались И Почти Сто Коробок Я Ему Загнал Ну Да У меня Рассказ У меня Какая-то Розница Там Это 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 Но Говорю Ну Что Ты Как Ладно Ладно Отошли От темы У нас Значит В принципе Вопросов Больше Нет Хотел Теба Благодарить Если Будут Вопросы Давайте Будем Разговаривать Будем Обсуждать Я Всегда Доступен Да Пишите Мне Антона Мне Пишите В личку А там Дальше Разберемся Вообще Кому Что Это Надо Интересно И Для Чего Все Это Делается Большое Спасибо